Продолжение следует... Книгу «Розовый вытрезвитель» считает, что наши мысли и поведение в некоторых ситуациях могут основываться на ошибках нашего мышления и трюках мозга. Способ описания может изменить способ нашего запоминания. Согласно исследователю памяти Элизабет Лофтус, описание может искажать память. Это было продемонстрировано в разных экспериментах. В одном исследовании участники наблюдали видео с записью столкновения автомобилей. Одной группе испытуемых говорили, что машины ударили одна другую, а другой, что машины были разбиты. Через неделю участников спросили, помнят ли они разбитые стекла в сцене аварии. В группе, где говорилось о столкновении, лишь 14% вспомнили вид разбитого стекла. Из группы, где говорилось, что машины были разбиты, одна треть участников считала, что осколки стекла были. На самом же деле никакого стекла не было. Когда люди услышали слово «разбиты», реальность была замещена ложным воспоминанием, где из машин в момент аварии брызнули осколки стекла. Вы уже начали сомневаться в собственной памяти. Смотритесь ли вы в зеркало? Если да, вы наверняка хороший человек. Исследователи обнаружили, что если люди вынуждены смотреть на свое отражение, они становятся честнее. В середине 70-х проводился эксперимент, в котором студентам предлагалось в течение пяти минут расшифровать несколько анаграмм, хотя расшифровать все анаграммы за это время было невозможно. Участникам было велено остановиться после звонка, отмечавшего прошедшие пять минут. Дальнейшие попытки считались мошенничеством. Некоторые из испытуемых работали перед зеркалом, другие не видели своего отражения. Лишь семь процентов из тех, кто сидел перед зеркалом, смошенничали. Тогда как в другой группе этот процент достиг 71. Видимо, когда люди решают, как им поступить, зеркала становятся своего рода стражами нравственности, наблюдающими за ними. И это влияет на их действия. Где вы предпочитаете учиться? Есть ли у вас излюбленное место в библиотеке? Или вы занимаете разные места? Помещение, где вы занимаетесь, тоже может влиять на качество запоминания. Факт. Скорость движения информации может быть медленной полметра в секунду или очень быстрой 120 метров в секунду. Сегодня в программе. Удивительные природные явления с точки зрения науки. Всем знакомы приливы и отливы. Почему меняется уровень моря и океана? В Атлантике приливы огромны, но практически незаметны в Средиземноморье. В чем причина? Говорят, в бухте Мон-Сен-Мишель вода поднимается мгновенно. Так ли это? Что такое прилив века? Вам расскажут наши эксперты. Вчера, с наступлением сумерек, невероятное цветное свечение озарило небо. Это северное сияние. Такое удивительное явление во Франции не наблюдали уже 10 лет. Что же это? Часто мы наблюдаем свечение в небе после дождя. Это радуга. Откуда она берется? Как сделать радугу дома? Тучи, молния, гром. Гроза – одно из самых впечатляющих природных явлений. Ежегодно во Франции происходит свыше миллиона ударов молнии. Каков источник такой удивительной силы? Чтобы это выяснить, мак Лесги рискует получить удар молнией. Можно ли предугадать ее направление? И как защитить себя? Каждый третий француз, который ходит на пляж, наблюдал приливы и отливы. На пляжах Атлантики и Ла-Манша дважды в день вода отступает на сотни метров. Субтитры создавал DimaTorzok